Вау, как красиво! Как нарядно! Как вкусно! Такими восклицаниями то и дело сопровождалась наша экскурсия по новым местам в Тель-Авиве и Яфу. Дом чая на Дизинго, суши-бар на улице Фришман и галерею «Лампа Алладина» на набережной Яфы. Это успешные бизнесы в престижном торговом и туристическом центре города. И, что весьма удивительно, открыты они людьми, совсем недавно приехавшими или вернувшимися в Израиль. Конечно, у каждого из них было кое-что. В багаже, в голове и за душой. Но без помощи, деньгами и дельным советом вряд ли что-то бы получилось. К счастью, новым и вернувшимся в страну израильтянам положено и то, и другое. Это действительно мне очень помогло. Конечно, это было не единственное вложение, но помощь была очень кстати. Чарльз получил суду в 70 тысяч шекелей от отдела деловой инициативы Министерства абсорбции. А свой дом чая, переводит с французского «Дворец», открыл в 2009 году, всего через полгода после переезда из Бельгии. 200 видов самого разного эксклюзивного чая, изысканная посуда для чайной церемонии. Казалось, непросто преуспеть с таким бизнесом в стране, где основной напиток – растворимый кофе с молоком. У меня практически нет конкурентов, потому что людей, которые перешли от кофе к чаю, есть много. Но я не встречал тех, кто от чая перешел к кофе. Наша публика все время расширяется. Вначале это были в основном русскоязычные израильтяне, но сейчас это распространяется на всю страну. А что ваш бренд – самый лучший чай? Это чай «Хаман», самый популярный. Это зеленый чай с фениками, розой, манго и красными плодами. Бренд – он французский. Это компания, которая очень много вкладывает и в качество, и в оформлении товара. Что касается оформления самого магазина, то трудно было не почувствовать женский вкус и руку супруги Чарльза – Рошель. Вы помогаете мужу? Нет. То есть я занимаюсь чаем, но не как его помощница. То есть вы тоже хозяек этого места. Это чувствуется. Дело было перед Песахом, и в доме чая к нему тоже готовились. Это самый важный праздник для нас. Люди приходят покупать подарки. Посмотрите, все это подарочные наборы. Я привезла из Парижа чай. Сегодня я смотрю, что нужно было купить здесь. Невозможно устоять от этих запахов, от этого здоровья, от того счастья чайпития дома, которое произойдет. Когда родилась эта идея посетить бизнесы, которые поддерживаются министерством обсорствия, мы подумали о том, что телезрителям будет очень приятно приобрести подарки, которые будут радовать, которые будут приносить улыбку. И хорошее настроение. Мы сегодня посетили галерею. Галерея просто, которая вызывает радость. Приятно дотронуться до чего-то интересного, веселого. Приятно дотронуться до работ. Галерея в Яфу и прямо похожа на пещеру с сокровищами Аладдина. Все яркое, праздничное, радующий глаз. Владелица лампы, Ольга Целюк, репатриировалась из Украины в 2010-м и открыла галерею через год. Нет сомнений, что судов 35 тысяч шекелей и подарок в 6 тысяч на рекламу ей очень пригодились. Так же, как и молодым и динамичным хозяевам суши-бара с названием не местным, но и не японским – Базель, открывшимся в 2013-м году. А почему суши? Когда я учился в Швейцарии, периодически наезжая в Израиль, я познакомился с шефом ресторана в Базелье. Там я очень полюбил суши и решил заняться ими. Я присоединился к Таю, у которого уже был ресторан. Я его убедил, купил его. Министерство абсорбции нам очень помогло. Мы получили все необходимые консультации и через них обратились в фонд, который дал нам суду, и мы смогли открыть это место. В баре работают по смену 25 человек. Суши, хотя я не отношу себя к их особым любителям, действительно великолепные. Кроме японской классики, есть и совершенно оригинальные, спешл, меняющиеся каждый день. Познакомились будущие партнеры в США, а поддержку министерства абсорбции получили, как граждане, вернувшиеся в Израиль после долгого отсутствия. Почему уехали и почему вернулись? Оправился путешествовать после армии в 22 года. Остался в США на полгода, чтобы заработать. И задержался на 14 лет. Хотел открыть для себя новые вещи и, кроме прочего, немного стоять на ноги финансово. И получилось? Получилось в Израиле. Вот что удивительно. Многое увидел, учился за границей, но в итоге вернулся, потому что чего-то не хватало. В какой бы стране мира ты ни жил, в Израиле ты себя чувствуешь иначе. И в конце концов, экономически я тоже преуспел здесь. Здесь моя страна. Скучал все время. Мы сопровождаем сегодня тех, кто получает у нас суда. Мы присылаем специалистов, которые сопровождают этот бизнес. Я рада, что бизнесы процветают. Они открываются, они поддерживают экономику государства Израиля. Они открывают рабочее место для семьи или для тех, кто работает в этом бизнесе. Дом чая с французским брендом. Барбазель с японскими суши. Картину и сувениры «Лампа Алладина» галереи с названием из арабской сказки. Но все это уже израильские, тель-авивские бренды. И пусть их будет больше. Субтитры создавал DimaTorzok